Так, я сейчас отвечаю на комментарии на ютубе и вконтакте от, в основном, от тех, кто пришел в эту пробу механики. Передо мной есть таблетки от язвы, желудка и боли в пояснице. За то, что я работал грузчиком. Чтобы заработать себе на творчество, на то, чтобы заниматься творчеством. И я за жутко, за стресса полученного при работе на заводе с гопниками с 9 района. Сейчас я включу комментарии на ютубе. Как насчет виртуальный город? Я не совсем понимаю, что такое виртуальный город. Я слишком знаком с такими продвинутыми технологиями. В то время я рисовал в реальном городе. И все, что я получил, вы видите. Ако Стайлов пишет. По-моему, ты сам написал это сообщение себе. Жизнь не имеет смысла самому себе. Истинно-творческого чела не даже не плохое слово, а чужомение. Будьте. Отлайн на слово были и будут. И никакой утопии не будет. И он пишет. Оставит плюс. Поставлю. Оставлю. Полисфер. И. Оценю, что они там. Тихто никак отвечает. С одной стороны ты прав, с другой нет. Если нет успеха. И он, она теряет надежду. Да. Это правда. Если нет успеха, то... Если нет, а что такое успеха? Это отклик. Отклик среды. После того, отклик, упражнение с попал в необитаемый остров, то... Или точнее, даже еще более такой вот пример. Если ты родился на необитаемом острове, то... Вряд ли тебе придет в голову заниматься какими-то деятельностью, которая занимается в цивилизованном мире, потому что... Никто тебя этого не учил. И... Никто это не оценит. Так. Дарья, Дарья пишет под видео. Газель, Каменс. Классный мужик. Спасибо. А, ну так, можно отвезти. Под этим же видео ставят nice, говорит, пишет. Так. Норм формат. Не знаю, в общем. Так, о вандализме. Мое видео комментирует. Все нормы и правила выдуманы. Я считаю, что ты делаешь все правильно. И вообще, Малевич написал квадрат. А это, по сути, то же самое, чем занимался ты. Тире эксперимент, запятая. Сколько порицания и одобрения он получил в свой адрес вопрос. Не бойся быть художником. Интересное видео на канале у поехавшего Биттерда. И, смотрите, сколько просмотров. Тридцать три тысячи тридцать тридцать три просмотров у прокомментировавшего мое видео представителя на S-формат. Так, ну, по шуму. Спасибо. Думал. Никто не оценит. Немножко неправильная опечатка вышла так. Следующее я сделаю о Малевиче. Сам много думал о нем. О, днем. Интересный Феномен Мания Величия Покорила Покорила мир Ну, я могу сейчас ответить. Я до этого уже делал видео, но я их удалял. Потому что никто их не смотрел. И там были комментарии, что это никому не интересно. В общем, про Малевича, про Павленского, про вообще художников. Также я делал формат про девушек. Откровенно или как это? Честно и откровенно, да, или как там было? Так. В общем, Малевич это был человек, который целых три тома написал о том, как, какое он изобрел великое искусство, великое направление. Это рисование квадратика. Целых три тома написал. И вот ты представь, насколько у человека должно быть фанатизм и какие-то отклонения, да, даже может быть. И мания величия, чтобы он нарисовал квадратик и посчитал, что он сделал нечто великое. И посмотри, как его, где-то мания величия, повлияло на мировое искусство современное, начало 20 века. Мировое очень сильно повлияло. Модернизм пошел именно от Малевича и от вообще русские модернисты, начало 20 века, очень сильно повлияли на весь мир, на искусство, на все в мире, на то, как мебель делала. То есть, все это взаимосвязано, как я сейчас имею в виду за них, в мире, все это стояло у стопов русских. Но потом мы считаем, что у них всех убивали, они снижали всех его, их отправили на всех прочие страны, потому что, в общем, они в нем были нужны. Они снижали всех этих людей и считали их таким, как все, наверное, и их понапили, там, в общем, тяжело было. И в 90-х годах это тоже было тяжело, я не знаю, не знаю, не знаю. Так. Я люблю прислушать песню. Зацикнулись, да, я люблю, чтобы отрывать. Это зацвет какую-то атмосферу. Здесь написал, попросил в следующий раз, ну, я выложил видео, где мы рисовали Эллидана из Варкрафта. Он попросил полностью процесс рисования показать, я выложу затем. Также у меня есть, ну, я там обрабатываю видео, рисование Тарта Вейдера и рисование кота, который держит в своих лапах Таниту Штернхен. Так. Здесь какой-то иностранец восхищается нарисованным Эллиданом. И тут же какой-то представитель русскоязычного Рунета пишет Ира Токаянный. Мы видим, какой контраст. Очень контрастно. Вау! Это действительно, это в каждой детали удивительно и прекрасно. По поводу рисованного видео. И по поводу этого же видео Ира Токаянный пишет пользователю Рунета. Спасибо за перформанс, показывающий контраст. Вы, как всегда, правы своих... Дарья Дарья пишет. Вы, как всегда, правы своих высказываниях. Люблю ваши разговорные видео. Это по поводу видео о вандализме. Это видео о вандализме я выложил... Выложил его в 2015 году. Короче, я его не выкладывал, я его сделал в 2015 году. Я просто ходил по городу. Это весной и летом было. И я увидел, что на стене там такие жуткие вещи находятся. То есть, я удивлялся архитектуре этого города. И вспоминал. Я не мог тогда забыть о том нападении на меня, который пришел, потому что я об нем никому не рассказывал на тот момент еще. И я держал все это в себе столько лет. Мне было это очень тяжело носить это в себе. Ну, то есть, меня заставили уничтожить мои рисунки, которые я сделал для города. И оскорбляли еще. У меня потом еще друзья все потерялись из-за этого. И я это все два года или сколько там носил в своей душе это, боясь кому-то об этом рассказать. То есть, считая себя каким-то ничтожеством. Вот, в общем. И вот это видео только я недавно выложил, где я анализирую эту ситуацию, рассказываю о своем городе, о вандализме, о том, что... Там много всего. Посмотрите это видео. Так... В этом мире стоит быть смелым, храбрым, и не загоняться по поводу таких мелочей, как нарезки и приколы. А... Алина... Шатош... Шатошина пишет. Спасибо. Ну что, я... Мужик. Алина... Так. Тот же человек может укрепиться... По поводу... Комментирует видео... Видео о вандализме. А, и она еще третий... Она три комментария подряд написала. Я уверен, что тебя поддержит множество людей. Нужно лишь заявить о себе. дело в том что мне разговаривать с собой вот так течет комментарий как-то неестественно поэтому у меня очень глупая речь очень и нормально потому что я смотря то что я вроде как интроверты я он дворик интроверту интроверта не может с живыми людьми общаться может вот с железками с микрофоном общаться вот у меня наоборот мне облегчить как связь когда я просто сам с собой телефоном у меня просто с трудом получается вообще что-то говорите мне постоянно в голове но это может и ненормально буду учиться может быть будет лучше все получаться так я уверена тебя поддержит множество день нужно же завить себе так миг самек пишет классные видео продолжаю рисовать на стенах просто выбирая менее видны и более спокойные места покрываясь свои пейзажи лаком просто он как бы не совсем понимает вообще кстати на стенах почему на стене я потому что этот видео рисование снимаю потому что на стене медленнее гораздо медленнее он может год или полгода держаться пейзаж на стене из нарисованы мелками потому что он смывается гораздо медленно медленно что дождь там не так сильно бывает чем как назвать и на сварке там его растопчут собаки там затопчут его бывало что нам и пейзажи и мочились и прям говорили мне когда я снова приходил рисовать новый пейзаж не говорили эй этот пацан помочился ну то есть они были более грубым словом учился на твой пейзаж я никак не реагировал на это я думал ну видимо это такая такая нормальная реакция спасибо тебе миг самек и всем кто прокомментировали спасибо комментируйте еще и я буду отвечать на классные видео продолжающие совать на стенах более спокойные места так это место и так вроде как своп в спокойное было просто она стала таким неспокойным именно из вот этого человек на чек-то напал он просто кричал на всю улицу все это могли слышать и совсем было дискомфортно от этого когда я рисовал я молча рисовал никому не мешает я бы может покрыл лаком если бы мне позволили дорисовать не вызвали бы наряд полиции не схватили бы меня там приехали на еще не понимаю что написал так артем а вы паре напишет это по поводу моего видео вандализме то есть тебе не нравится смотри это видео длится сколько 40 минут то есть вот мне например когда я открываю чуть видео вижу что там вот блогеры бывают по три минуты видео пилит или по одной минуте ум это очень стремно смотреть меня хочется включить видео фоном и слушать и прибираться в комнате или готовить еду себе и рисовать и слушать а какой смысл в полторых минут просто а у меня смотри это видео длится длится она 46 минут то есть поставь вот мне как раз таки видео где подкасты по 40 минут а по 30 слушать где человек просто ходит там чему говорит вопрос подкаст чем интересно здесь я хожу действительно рассказываю постоянно на протяжении видео хотя обычно я не могу вообще даже двух слов связать а там я прям разговорился от начала до конца что высказывал причем я не знаю вот очень искренне и очень личные пережитые лично лично ну то есть а инциденте который произошел то есть там присутствует воспоминания насилия которое произошло то есть я не знаю это по моему по всем канонам это должно было бы интересно ну ладно не знаю что тебе интересно посмотрим что тебе интересно вот интересно видимо гарброт ней как сделать огромного брюмил одного червяка им интересно видео по две две минуты вот я бы не интересно было две минуты смотреть как сделать кронова червяка если сердце не закрыты только твою суши дома я не знаю может тебе интересно ну я ничего против этого не имею ну смотри у тебя видео из башни дымовуха из газеты селитры мне не было бы интересно смотреть видео потому что у тебя мало по 5 минут по одной минуты идет у меня в городе тоже дымовуха часто бывает и такой же серый вид там ну я не знаю интереснее видео где что-то рассказывать что есть смотрите видео где с подкастами она дальше да вот ему кто-то скромно отвечает что ты злой бяка там все такое описание описание это это аппарата вначале двумя это описание в жилинка я не смотрю в жилинка я сам не это видео про видео вода лекарь чаще откроет видео нарезы буду там комментарии начать описание этого аппарата начали все южные что я описывал необычный вот этот объект вот этот объект что там в жилинка писали франк пишет забей на все хотела то что делаешь франк пишет а и и и и в этом мире стоит быть смелым и храбрым, да я уже отвечал люблю ваши разговорные видео, как бы как всегда право в своих высказываниях Дарья Дарья пишет, да я тоже отвечал а вот она ответила мне 6 минут назад то что вы хотите сказать так дальше тут пишет все нормы правила выдумали считаю что ты делаешь все правильно и вообще молеешься так это же отвечал он пишет крепись я уверен все здесь я уже все комментарии ответил по поводу этого моего рисунка видео пишет милос пенс трайп пройти на общем он пишет иностранцы они всегда пишут вот я заметил в англоязычном интернете нет вообще дизлайков них нету хейтеров нету какой-то ненависть они какие-то добродушные такие терпимые толерантные люди вообще они вот то что там у нас бы если они что-то такое делали что у нас бы столько дизлайков чтобы хейтеры там в дом блогерам там ничего подобного нету я очень уделялся этому факту и понимаешь что написано а что за сироп у вас а это он пишет по поводу моих старых видео когда я работал в бабу баба стресс в москве в торговом центре и снано туфли 8 кинул мне потом не очень смутил еще оскорблял кучу мне скинь можно сделать а что за сироп у вас а а а а а а а в подъезде стоит на технологическое вид полный видео на вас их тоже удивляет видео где-то мужик курил стою рядом с надписью о запрете курения уже у нас по закону было принято очень давно я еще надо так смотрел как и что-то потому что нет смысла не смысл не смеется ничего в отвечу нанотехнологический свет хлопку так андрей маркс пишет кто по-твоему самый выдающийся художник ну ну это нужно это я знаю вот хондерт вассер гауди антонио гауди дали русские и русские классики у нас и передвижники и вангог мне кажется это очень такой вопрос очень важный литерический неужели уже непонятно что я ну и конечно же этот эдвард унк так но уланская пишет снимай подкасты так это вопрос на видео подкаст про что-то я же помню вообще многократно извиняюсь за то что я так плохо говорю повторяюсь постоянно у меня мне легче сговорить с другим человеком вот с живым общаться когда я бы хотел общаться со своими подписчиками там в Москву если приеду люди стоит мастер-класс присланием общаться с вами дальше отвечать на комментарии с вами касты а это на видео подкаст про ртуть и вопрос подписчиками я спрашивал подписчиками механика фромомеханика про что мне снимать видео там еще то есть много людей подписался от него там человек пару сот человек там 500 может ну я не знаю вообще что там они хотели бы потому что я обычно просто рисовал там молча на подоконнике у себя я рисую слушал музыку при этом я не знаю думаю что вот почему не будет интересно не знаю что кто пишет снимай подкасты поехали пишет я бы не хотел тебя обидно ты выражать не заморачивайся по поводу ртуть от ума сойдешь ты просто почитай в интернете про ртуть и ты я тоже раньше не знал об этом ну как все да а а потом я узнал про это и просто был мягко говоря удивлен потому насколько она вас не это первые первые номер один по опасности среди испарения металлов у нас возможно из этого люди вообще мало живут так потому что в общем я там все говорил параллолик ним разматик он им отвечает у него тут немало видео так дальше соглашусь комментарии потому что выброшенный штуки загрязняет и является повсеместно это пишет за вчера был очень рада нас найти в городе службу по вызову вывозу разного перерабатываемого мусора хочется внедрить практику сбора природного сырья в школу но не чувствую кстати в школах тоже тут вообще даже нет смысла это говорить это как средневековье какое-то там тоже если бы ты попытался что-нибудь им сказать потому что нужно руки мыть этим накоперировать или рот они бы сказали ты там какой-то ты-то ты колдун ты ты там какая маркобес что-то такое бы сказали то есть средневековье это 21 век так что там хочется внедрить практику сбора перерабатываемого сырья в школу не чувствую что это кому-то нужно еще насчет рисования считаешь русскоязычные аудитории чужое искусство так так это я че плохо ай в общем я так отвечу что в англоязычной на англоязычной там канал там очень много людей кто это интересуется и смотрит а у нас это гораздо меньше развитость у нас в основном стакан скандал интриги и расследования скандалы интриги и расследования скандалы интриги посмотри во что превращается русский тупо это просто он именно вот с каждым годом становится все более похожим похожим на вырисовываются вот эта ментальность то есть уже уже то есть это насилие ненависть уже там кто-то кому-то едет не знаю посмотри посмотри что там этот симонов и магии короче что превращается дальше будет только еще хуже мне интересно смотреть как ты рисуешь и откуда идея парадома разрисованы спасибо спасибо где я продавал разрисованы смотри хубит васера и других похожих или мои следующие подкасты сделаю следующий подкаст про про это это интересное имя мэри что 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 обычно рисую музыка молча стараюсь и и и и и и это и и и и и и и где читать что жизнь туда дать отправляет нашу жизнь так было бы правильность жизни даже жизнь еруда наш личность здесь никогда ничего не стоило поэтому я понимаю моя жизнь спина болит и тире психосматикой это тоже да ну что я работал грузчиком и взорвать себе на себя не только на клочках на клочках рисовал еще на обычный буквально рисовать поэтому у меня спину спинатель болит субами успокоительные но посидим от язвы желудка и только учусь на работе на заводе с 9 и от спины настя м господи что-то может быть здесь делаешь то что нравится тебе а потом уже смотри на ряд судей вот и все по моему делай то что делай и не надо подстраиваться под зрителей франк пишет хорошо и не пей не пишешь я разбила градус никогда жду было части со мной уже фишки были убрать на себе не ощутили последствия запоздал и делай вовка вовка пишет делай уроки по рисованию клево спасибо а кто будет смотреть а кто будет смотреть дарья дарья пишет также печаль того что нет мест приема пришедших на гость градусник градусник ведь выброшенная ртуть тоже наносит вред но по поводу видео я бы хотела помимо рисунков и еще видео и ты рассуждаешь на поле путем это очень интересный человек спасибо выложу я бы хотел пообщаться с вами через перископ или через через онлайн общение через какой-то я бы хотел по поводу творчества с такими как дарь и дарь и подписчиками которые тоже который тоже печалит тот факт что нет мест приема пришедших на гость градусник елена и леонтьева все то что ты предлагал это видео особенно интересно интересно то как рисовать отвечу и спасибо а то из выкладывай все что хочешь очень интересно эти уроки и твои разрешения из истории жизни и в нашей стране много людей занимающихся интересующихся искусством например я один из них это и это та причина по которой подписался на твой канал чего тогда у тебя это ты не вкладываешь видимо ничего у нас выканалось творчество спасибо максимум но я два раза градусник разбивал и тут не может вечно испаряться ртут дешевая поэтому градусник до сих пор используют это очень печально что градусники до сих пор используют 21 веке я уже об этом она живется она жизнь хотелось бы чтобы такое уходило формате аудио вк пишет хорошо это жалко я бы с удовольствием смотрел уроки по рисованию не ожидал от человека с таким спасибо не ожидал закрываем видео про я отвечаю дальше так тут уже есть который ответил пишет маффин фактор нарисую зимний пейзаж пожалуйста уверен у тебя прекрасно получится хорошо просто усталость зимы зимы потому что за окном всегда зима и всегда такая архитектура серая поэтому я рисую обычно что не такое ван гога там классический русский художники предвижники летние пейзажи дарья дарья при просмотре видео в голове звучат стихотворение майковского насчет видео 2013 года моего где этом рисовал бумаги абстракции какое я разбила градусник однажды облачусь на это я уже смотрел у меня уже сердце прихватило я отвечаю на комментарии очень волнуюсь что это общение с незнакомыми людьми а в реальности мне в реальности с незнакомыми людьми даже легче общаться гораздо чем с с текстами с картинками а вот ларина например почему-то наоборот как он говорит полина полина я я не ченников конечно напишет как же хочется чтобы твоя мечта сбылась и был такой прекрасный и был такой прекрасный город был спасибо нужно что нужно об этом говорить говорить о городе городе будет нужно говорить им почаще нам typing тоже пишите захотите видео наши이에е ну и белайте видео ответ на это и постепенно начнем об этом говорить и постепенно все придет невероятно красивая работа пишет на счет работы спасибо спасибо дарья дарья егидарешов годно насчет рисунка потому что это кс но видимость то что руки там и танчик человечек дальше спасибо интересный вывод красава малой пишет тоже необычный комментарий дарья дарья наш дачка временно альтернатива плитам будущего города если нету почему именно она м сюда рисовать удобнее мелками не чем на бумаге постреливай в конце в конце все испортил это поводу того что я свою свою подпись поставил да действительно я сам это понял дописью ой что я надел а нарисую автопортрет хорошо завтра у меня и так их много в лыжной пишет извини я тут недавно да да не за что изменяться извиняется да вы из большой буквы очень вежливый вежливый человек спасибо самочка где-то учился тоже интересно на асфальтах учился потом я выложу видео где может подкаст про расскажу как я учился там про училище про собак этого директора учились училище собаки раз расхаживали нападали на людей на кусали прочее а почему ваш контакт заблокировали я удалял удалялся из-за реакции обзор моего видео падения на обзор у механика сложно ответить к этому не знаю кому но мне тебя послушать интересно пишет андрей маркс спасибо он пишет ну я спросил а что именно послушать на любую не на любую же тему он пишет про жизнь о том как ты справляешься с проблемами люблю истории жизни ну либо просто на интересную тему двое . искусство наука и так далее хорошо хорошо можем через перископ или фич говорить потом пишет красиво действие мечты сбудутся спасибо он пишет андрей маркс меня вот таким плохим в кавычках художником так чем это ты закрепляешь рисунок спасибо чем ты закрепляешь рисунок что постели белки не свой запишу ничем но можно лаком и аэрозольным елена леонтьева пишет меня невероятно вдохновляет твоя мечта об ней не иссякаем и течет искренность поддерживаете поддерживаете тоже говорите на эту тему вы услышали что тоже начинаете рассказывать знакомому там диалог сначала нужно начать говорить об этом я понял что эта мечта на сотни лет только через сотни лет она может быть сначала нужно начать говорить об этой идея городе будущего о социальном гиперреализме говорить со всеми если вы будете говорить со стенкой то это будет гораздо разумнее чем как люди разговаривают с телевизором с вариантом 2 и еще что подобное или когда смотрят поединке там прочее на ютубе дарь и дарь и замечательная мечта надеюсь она осуществится сама живу в такой же гнетущей обстановке сиба может вам может может вы из большой буквы тоже будете рисовать рисовать справитесь с депрессии все иван рудик пишет очень годно лайк а вот это пальцы красивые спасибо я прятал я прятал я прятал стыдился так твоя такая пишется санс лот и твоя такая замечательная , прекрасная мечта вдохновляет жить трудиться ради чего-то действительно потрясающего хочется счастья полностью поддерживать я твои мысли для творчества желаю много много счастья саши не грусти спасибо 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 тебе павел байко очень хорошая работа вы их случайно не продаете это насчет пейзажа спасибо спасибо но меня никто не покупает покупает поэтому я и не думал об этом не знаю сколько хотите купить не знаю я просто далек очень денег и от всего вот этого меня это же не знаю в руках деньги держать мне неприятно просто где знал это не потому что в детстве меня пили в углу изгоняли и пили и выражали что моя бабушка там у меня пила выражал и родители за то что если я буду еще там брать деньги то у меня что в колонию сдадут а что знаешь что в колонии делают они у меня бабушка моя говорила также бабушка меня учила в детстве харкаться на базаре мы же ходили на грилах учила меня харкать так с носа собриток знаете как смачный мачу так делать как и выплевывает она меня примучила учила долго-долго учила я научился потом я понял что у меня невроз начался с этого я в том месяце от этого отучался потом я просто не мог я отучился от этого или как самостоятельно отучился самостоятельно от того что бабушка меня приучила харкаться в детстве просто смаз по телевизору показывали там постоянно 90 лет и тысяч не показывали всяких жут по телевизору жуликов там воров сериалы прочее обычная просто видение я просто взял мамы и сумки 5 рублей или сколько там не помню и пласт в ящик в ее комнате положил сложил в общем и она увидела а тогда был как бы у нас но нищие были заметила это и сразу не сказал где-то я сказал я как бы ящики меня в общем сразу угол там поставили я не сказал что я рассмотрелся просто сериала дурацкого где главный герой был в общем меня там просто били в углу и бина и орали там сверху вниз что если ты еще будешь себе увидите руки там театр я жена и что сделала короче все такое вот да необычное было детство спасибо очень хорошая работа нет я вообще боюсь деньги в руки брать но я не знаю если хотите купить за тысячу просто проблематично ссылать работ почтой россии в конверте могу отправить вам я могу и москву приехать если вы из москвы живете то можете москве купить работу маффин фактори пишет спасибо очень красиво пишите спасибо спасибо полина пряне пряничникова это красиво безумно талантлива те кто выливают свой хейт на тебя просто завидуют ведь не каждому это дано такой замечательный талант и такая прекрасная мечта спасибо дом пишется красиво благодарю благодарю это столько вот столько комментариев набрал этот пейзаж после видео раньше не набирался комментарии что никто не делал обзор на мои видео там где-то меня напали а тут вот люди с рома механика пошли давай комментировать когда выложил сейчас уже не комментирует уже все хайп пошел чудесный пейзаж учусь колледжа искусств я всегда окружен картинами что за страниц почему удалил что случилось слишком ты какой-то такой он спародировал мой но я просто взволнован был поэтому так написал у меня что-то потом еще до 1200 году сил этом по поводу видео где там мужик курил на фоне на фоне надписи на фоне надписи предупреждений что нельзя курить уфер уже только в конце 2015 наклеили до провинции ах я не знаю может быть принц парень вафли какая-то в ответ к ничего не может сказать она это по поводу вот этого видео где на меня напали я сказал сказал что рисую для красоты что смущает смущает то ее поведение это так вот я отвечаю что он пишет вот там я уступил и пишет в ответ к ничего не может сказать этим это привык смотреть вирсус батлы и прочее а не привык к ну вообще к тому кто такие художники какая у них душевная организация я написал я сказал что не рисуют для красоты горды что не смущает то ее поведение на что я слышал оскорбление и крик что еще отведите ты еще не знаешь что например когда люди когда вот они в ярость они не могут даже слышать что ты отвечаешь и я думал дальше что я художник а не оксимирон на батлах ну же там за кадром ее парень был на кривое вообще полиция все пранк это с евгением пишет теперь за судно еще больше я пятна какие-то там видимо имел ввиду о том что там забыленные лица пишу на что лучше скрыть яйца чтобы никого не оскорбить так это предупреждаю что не надо там в комментариях ничего тут мы видим организацию поговорки не делай добра не получишь зла да художник художник один так говорил что это очень добро наказуемо к сожалению это так я уже говорил об этом делать что эти хорошие то есть да это поэтому мы живем в таком сером мире потому что все хорошее ну как ну как я не знаю можно ли назвать хорошему затаптываю действительно никита адриан пишет позже большая часть людей россии в полной культурной жопе для них искусство очень ограничено и это печально так дальше владимир рузанов тупо ведро воды на нее вылить ну вот такой вот я кстати вообще он не ожидал что у людей в виде будет так же тяжело смотреть это видео как и мне я два года не могут видео смотреть ну что менять просто тяжело даже просто мне в депрессии был был я боял и мне тяжело было смотреть это видео а вот роли механику кто сделал обзор тоже тяжело я не знал что незнакомый в этом видео на меня нападали до меня скопляли но там еще много чего за кадром было оскорбление какие не вошли в видео и кроме их я думал что это мне будет тяжело а другим людям тоже неприятный тоже тяжело смотреть так будто бы это тоже их оскорбляют дальше онлайн геймер пишет желчный ашмар что такое он сделал для этого животного оно аж начало течь желчью алекс нож пишет берите берите данные людей которые заставили стирать страна даже знать своих героев я вырезал из видео 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 момент где 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 там мне говорит вызываю полицию милица замылил пропорции плохое слово пишите по поводу дарта вейдера ладно андрей я вообще спылил не по-детски мне еще никогда не хотелось ударить женщину то что там любого человека так сильно безусловно поддержим тебя всем сердцем надеюсь что твоя обидчество сможет взреть возмущение народа есть лиственны это мне стало стыдно и мне стало тяжело от того что ей кто-то начал там писать кто-то вообще китов размышлась ладно все я вообще не знал что людям тоже такие также будет тяжело не знал что другим также так же тяжело смотреть мне значит красота по поводу пейзажа все дмитрий погоди пишет дико шкура с милками виноват путин и вообще в россии все рыбы чем а еще на этом я наверно совершу ответы на вопросы в комментариях потому что уже начались агрессивные ну просто я уже устал очень много говорить а я обычно пригрессовать идут уже дальше начали искренне очень неприятно это все это хотел просто сделать что город был красивым а все скатывается вот такое все это были ответы на вопрос вторая часть на комментарии еще можно некоторые наверное с контакта ответить сообщение сообщества одно сообщение в моем сообществе анастасия бина пишет а можешь объяснять зачем страницу удалять было я уже отвечал что начали там но я не ожидал что такой будет там начали писать там всякие приятные вещи вот человеку который на меня нападал тогда оскорблял и полицию вызвал меня и хватало меня угрожал в общем неприятно мне это стало потому что не знаю я вообще как бы мне вообще конфликты не нравится наверное потому что потому что за и близких так что боялся за свою жизнь и близких поэтому удалял так что тут еще можно посмотреть тут николай который говорил что он тоже сибири и тоже боится падает творчество строки пишет я отвечал я тоже очень за шубан и а чего именно быть сном чтобы троллить стиваться пишет что и этого боюсь в общей части я не уверен в том что мы искусство служит вниманием и распространением просто она довольно специфичная и да и страшно постоянно агрессия же повсюду просто достаточно выйти на улице ты будешь облить лидерами желчь и ненависть думаю ваша идея с гордым будущего имеет место быть в принципе готова площадь у меня есть какие навыки в 3d моделирования хотя довольно слабые но я готов работать за идею дальше спасибо огромное за свет и обязательно посчитаю книги которые вы мне посоветовали я сам просмотрел вариант наркотиками к сожалению не так слабое здоровье приехать в другую страну средств не позволяет потому что я сильно боюсь работать поэтому я сильно потому что я сильно быть работать совсем понимаю ну скорее всего ты будешь работа потому что там гопники с гопниками быстро вот как я работал на заводе с гопниками где этого района там мастер и это были по заслевший гопник страшно было да у меня есть страх завязывать в обыденности и рутине стать одним из агрессивной толпы жить самым изменным потребностями идеалами то просто я на работу обычно и я шел или идут потому что пытаются выжить как-то и заработано творчество я пока пытаюсь бороться и сопротивляться среде но с каждым годом это все сложнее и сложнее не знаю что ответить в общем дальше наверно буду еще отвечать дальше на следующий сейчас уже поздно очень все